Продолжение следует... Все в порядке! Служба не дружба, а ведьма! 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 Служба не дружба! Служба не дружба, а ведьма! Садись, выпьем! Больше трех не собираться! Служба не дружба, а ведьма! С деньгами все благополучно, но, между нами говоря, скучно до одури! Клиент едва вошел, а я уж знаю, что ему нужно! Лысому березового сока, дамам, все мази и духи, которые предпочитает княгиня! Нет бы хоть кто-нибудь заказал яду! Покажи-ка мне свои запасы! Субтитры создавал DimaTorzok Нет желания сыграть в Гвинт! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот удача. У тебя ко мне дело? Новый заказ? Да заказ-то уже был. Несколько лет назад. Когда вы в прошлый раз были в Баклере. Я тогда оказался немного на мели, помните? Но я пообещал, что все выплачу в свое время. Что-то припоминаю. К сожалению, вы уехали еще до того, как мы рассчитались. Но я отложил ваши деньги и открыл для вас счет. Какой еще счет? Сберегательный. В банке Чен Фанелли. Просто зайдите к ним и заберите свои деньги. Думаю, сумма уже набежала немаленькая. Спасибо. Зайду при случае. Надо будет в этот банк. Как вас звать? Гервант? Веселись и пей. Вот тут все вино да вино. А мне в наливочке. И не какой-то не герой, а мясник из Блавикина. Эй, Геральт! Геральт из Ривии! Подойдите, прошу вас. Эй, не диво, что я вам не верю. Представляешь, я записалась на стрижку к Жанну и Людаму. Прихожу, а там никого. И салон открыт. Это на него совсем не похоже. А как на меня не похоже ходить с вороньим гнездом на голове? Ой-ой-ой, что же делать-то? На севере должно быть страшное варварство. Я хорошо вижу. Это ведь вы есть Геральт из Ривии, тот самый знаменитый ведьмак из далекого севера. Да, это ведь мы и есть. О, я столько о вас слышала. Когда мастер Лютик был в Баклере, он что, не день о вас спел? Да, к сожалению, для него это обычное дело. Чем могу помочь? Видите ли, мой жених, Франсуа Олегов, торжественно поклялся, что принесет мне башку ужасающего монстра, Гротника. А он не мог просто купить вам цветов или конфет? Вы изволите шутить. Каждый знает, что любовь можно доказать только поступком героическим, посвященным возлюбленной. Но его нет уже две недели, а посему вы не могли бы поехать и проверить, что там с ним происходит. Барышня, а вы знаете что-нибудь еще об этом Гротнике? Судя по названию, его можно встретить в пещерах. Да, разве что он проголодается. И вот тогда он выходит и идет ночью в деревню, когда все спят. Ставни выламывает, просовывает руки внутрь и вытаскивает детей из колыбели так быстро, что те даже не пикнут. Хм, подветлунный, длинные цепки руки, разумный. Франсуа говорил, что управиться с ним на раз, но он уже так долго не возвращается. Вы не поможете, мастер, а то я от этих нервов спать не могу. Я сделаю все, что могу, чтобы ваш жених вернулся живым и здоровым. Пожалуйста, подскажите только, где его искать? Я забыла, что вы есть из дальних стран и не знаете. Логово Гротника есть в пещерах у подножья Гаргоны. Так близко к городу? И что, ни один смельчак не пытался от него избавиться? Пытались многие, но ни один не вернулся. Потому, собственно, я и волнуюсь. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехе час. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. не бывает. Не морочь мне голову. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Давайте, давайте, люди! Всем не хватит! Я поставщик двора ее княжеской милости. Что принесет нам завтра? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Где ж это видно, чтобы рыцари на турнирах пили с ним, а за помощью ведьмака Северна? А, ведьмак? Ежели кто, мол, ты богат, то может и выйти. А у чудовищ бывают мамы? Что тут за порядки? Почему никто ничего не делает? В чем дело? А, вы, может, по поводу объявления? Мастер ведьмастер? Я ведьмак, только ни о каком объявлении не знаю. А, так я расскажу, в чем проблема-то. Может, вы и поможете? Не задаром, разумеется. Тут все дело в городском кладбище. Вопли и шум там по ночам творятся такие, что сон никак не идет. А началось все в день поминовения святого Бендера. Это я точно помню. Я с этим ходил к княжеской гвардии. Кажется, они ничего не нашли. Да кто их там знает? Может, и вовсе не искали. Так что же мне делать? Самому по кладбищу шляться? Шум повторяется регулярно. Каждую ночь. Я живу рядом и слышу все так громко, словно мне трубу к уху приставили. Ха-ха-ха! Хы-хы-рась! Уа-а-а! Бля-а-а! А потом ёпту-буду-буду-буду-буду-буду! Вроде как, понимаете, медведь по комоду херачит. Да, кажется, я тебя понял. И сколько я за это получу? А сколько вы хотели бы? Ха-ха-ха! Многовато будет. Идёт. Я этим займусь. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? Или только шум и всё? Ой, по счастью, ни с кем ничего не случилось. А что, думаете, это какое-нибудь чудовище? Возможно. Но с таким же успехом это могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Посмотрим. Уж сам не знаю, что хуже. Чтоб там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. КОНЕЦ А у моей мамы вот такой большой животик. Интересно, где же мой старик? Не видел моего старика, а? Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. Худой, седой, незрачный Мандибула. КОНЕЦ Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. КОНЕЦ День добрый. КОНЕЦ Ай-яй-яй-яй-яй-й-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сорванная щеколда. Кто-то пробрался на кладбище. Сорванная щеколда. Бутылки из-под вина, остатки еды. Шумная гулянка? Да нет, вряд ли. Следов порядочно, но ничего определенного. Нужно вернуться, как стемнеет. Сорванная щеколда. 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 Надпись на старшей речи. Избавление не в дол Невде, но в наших сердцах дославится Айли Рен. Зараза. Дневника профессора давным-давно нет. Похоже, не только я о нем знаю. Надо осмотреться, может здесь еще что-то есть. Следы ног. Узкие и неглубокие. Кто-то небольшой и легкий. Может женщина? Профессор мне в поисках не поможет. Мой след прервался. Интересно, тот кто обобрал гробницу нашел что-нибудь еще? Больше я здесь ничего не узнаю. Посмотрим, что скажет карта Трис. Кстати, Эпитафия тоже упоминала Айли Рен и Дол Невде, Долину Девяти. Место, отмеченное на карте сейчас по водой. Там теперь Санс Ретур. Наверное, это и есть Долина Девяти. Попробую там осмотреться. У тихо. У тихо. Отмеченное. У тихо. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я понимаю, что ты занят, но может сыграем в Гвинт? ДimaTorzok 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 Может у нее просто болело горло? ДimaTorzok Я бы не морочил тебе этим голову, если бы считал, что это был естественный звук Ты заметил в нее еще какие-нибудь странности? Нет, Вивиенна с тех пор меня избегает. Только люди говорят... Что говорят? Что она скрытная, что ее никто не видел после захода солнца, что она умеет внезапно исчезать. Не вижу в этом ничего необычного. Расскажи побольше о Вивиене. Кто она такая? Она фрейлина при дворе ее милости Анны Генриетты. Ее мать тоже была фрейлиной, а отец рыцарем. Только это мне и удалось узнать. Княгиня злится, когда я о ней расспрашиваю. Вивиена все время проводит в стенах дворца. Но нам повезло. Ее нарекли покровительницей турнира этого года. И каждый участник сможет получить у нее аудиенцию. Только вот я в турнире не участвую. Я уже все обдумал. Ты займешь мое место, и у тебя будет шанс с ней поговорить. Я так мечтал выиграть на этом турнире, но ради Вивиенны я готов пожертвовать чем угодно. Как вообще происходит этот турнир? Это самое большое событие в году. Сюда съехались рыцари со всего света, чтобы сразиться за величайшую награду и за славу. Будут состязания всадников, соревнования стрелков и бои пеших воинов. Я впервые прошел отбор и очень надеялся победить. Но... Да, я понял. Все ради Вивиены. Задание необычное. Не каждый день я участвую в турнирах, чтобы выполнить заказ. Так что и возьму я немало. Я не слишком богат, но хотел бы вознаградить тебя по справедливости. Сколько ты потребуешь. Согласен. Столько я собрать сумею. Хорошо, я займусь этим делом. Звучит интересно. Я твой должник до гробовой доски. Теперь убедимся, что ты не вылетишь из турнира, не встретив Вивиенму. То есть? Не мог бы ты показать мне, как ты стреляешь, ездишь верхом и фехтуешь. Потом ты должен узнать правила и научиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты. Но даже ведьмакам нужно упражняться. И потом, состязания на турнире требуют иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнем? Во всем, что ты упомянул, я упражняюсь каждый день. Только с чудовищами, а не с манекенами. Мне не нужны тренировки. Я сразу пойду записываться на турнир. Ну, иди в шатер, где записывают участие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok